Семь разных пособий на детей до 17 лет и беременных женщин теперь объединены в одно. Раньше это была сложная система, разобраться в которой было не так просто. Теперь универсальная выплата назначается по общим правилам и идет из социального фонда Российской Федерации. При его назначении учитывается нуждаемость, причем по душевое происходит исчисление дохода семьи. Выплата заменила сразу несколько видов государственной поддержки с периода беременности женщины и до 17-летия ребенка. Такая программа разработана по поручению президента Российской Федерации для создания целостной поддержки семей с детьми, а также будущих матерей с невысоким доходом. В Одинцовском округе проживают 2148 малообеспеченных семей, в которых чуть больше 2,5 тысяч детей. На эти цели из регионального бюджета в 2023 году будет направлено 7,3 миллиарда рублей. Единое пособие назначается на один год и продлевается по заявлению, которое рассматривают от 10 до 30 рабочих дней. Подать его можно через портал госуслуг в МФЦ, либо обратиться в клиентскую службу социального фонда России по месту жительства. Также у семьи, я становлюсь ниже, может быть в собственность находиться движимое и недвижимое имущество. И в соответствии с установленными критериями, независимые от обладания этим имуществом, пособие также начисляется. Для назначения пособия заявитель и дети должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать на ее территории. Кроме того, взрослые члены семьи обязаны иметь трудовой доход или объективную причину его отсутствия. Все критерии, все данные службами учитываются, производится расчет и определяется на семью та выплата, которая положена в соответствии с доходом на душу населения в корреляции с минимальным прожищенным минимумом в регионе. Прожиточный минимум в Московской области на душу населения – это 17 207 рублей. Для трудоспособного населения – 18 832 рубля. И для детей – 16 759 рублей. Подробную информацию об универсальном детском пособии можно узнать на портале госуслуг или позвонить по телефону единого колл-центра 8 800 600 00. Универсальное детское пособие работает, и наша с вами муниципальная задача – провести максимально качественное информирование, доступно объяснить, как работает эта новая система. Глава муниципалитета также поручил профильному ведомству информировать граждан о нововведениях в социальных учреждениях, разместить там специальные стенды, сделать буклеты, а еще разработать целевую рассылку на электронную почту. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова